Я тут последнюю неделю пообщался с налогово и с брокерским отделом Сбербанка по поводу налогообложения дивидендов и нарыл кое-какую интересную информацию. В последнее время, друзья, очень много идет от вас вопросов по поводу налогообложения, именно дивидендов. В связи с этим я решил записать данное видео, рассказать полную детальную информацию по налогообложению дивидендов именно в Российской Федерации. Затронем акции российских компаний, депозитарные всякие расписки, ГДР, АДР тоже сюда отнесем, эмитеты, которые зарегистрированы не в Российской Федерации, про акции США затронем. И кое-какую еще информацию по налогообложению дивидендов и другим вообще странам я тоже разузнал. Подытожим, как это все в России выплачивается и кто является налоговым агентом. Мы или же брокер. Данная информация будет связана именно с брокерскими счетами, которые открыты в Сбербанке. Всех приветствую, друзья, с вами на связи Хокин Евгений. Начнем с того, что налоговым агентом брокер Сбербанка числится только в том случае, если выплачиваются дивиденды в рублях. Только в рублях. Если выплачиваются дивиденды в долларах, в этом случае налоговым агентом брокер Сбербанка не является. В этом случае мы должны отчитываться самостоятельно. Давайте проведем парочку примеров. Дивиденды по акциям компании Киви, они платят в долларах. В этом случае Сбербанк не является налоговым агентом. Здесь мы будем отчитываться самостоятельно. Здесь есть два расклада. Первый расклад. Мы самостоятельно эти 13% вбиваем в 2 НДФЛ справку. Сюда же мы будем вбивать 3% по акциям американской компании, если мы заполнили форму. Есть второй момент узнать у брокера Сбербанка, отправляет ли он в налоговую какую-то декларацию, ну или какой-то учет о том, что мы получили вот эти вот от Киви дивиденды. Если они отчисляют, то здесь хорошо нам просто придет декларация, где нам просто будет сказано, что такие-то, такие-то дивиденды от таких-то, таких-то компаний там Киви, какие-то еще там компании, я не помню, платят в долларах. Мы получили, мы должны заплатить столько-то, столько-то, тогда бы это было бы прекрасно. Когда придет время налогов, а время налогов у нас придет до апреля, по-моему, нужно отчитаться с следующего года за этот год. То есть, если сейчас 20-й, то в 21-м, за 2020-й мы должны до апреля отчитаться вот эти 3% и вот эти вот 13% по долларовым дивидендам. По акциям США мы самостоятельно делаем отчеты в налоговую, потому что акции США нам выплачиваются в долларов, и, соответственно, Сбербанк не является налоговым агентом. В этом случае у нас 30% будет списывать налоговый агент США или, я не знаю, налоговый США или налоговый агент, ну, кто-то там из США. Если мы заполняем форму W8Bank, как ее заполнить? Смотрите, в правом верхнем углу я уже видео на эту тему записал детальную инструкцию, то налоговый агент США с нас забирает 10% и 3% должны доплатить мы. Все ложится на нас. Часть ложится на брокера США, агента, и часть ложится на нас. То есть на Сбербанк ничего не ложится, так же, как и в первом случае с валютными дивидендами других компаний. Не обязательно, чтобы они были именно акциями Соединенных Штатов. Что касается еще акций США, очень интересный момент. Смотрите, если мы не заполняли декларацию, то мы должны будем все равно отчитаться от 30% налогового. Что? Вот мы получили такие-то, такие-то дивиденды. Например, нам выплатили 100 долларов дивидендов. 30% у нас забрали в казну США, там, налоговый агент. Получается, со 100 30% это у нас забрали 30 долларов, и мы должны будем повисить в налогу. Вот мы получили 70 долларов, а 30 долларов ушло в Соединенные Штаты. То есть придется тоже отчитываться, и отчитываться нужно будет, я так понял, тогда, когда мы будем заполнять справку 2НДФЛ. Там это где-то должно фиксироваться. С этим нужно еще будет разобраться. То есть геморроя здесь хватает. Если мы заполнили форму, я так понял, помимо 3%, мы еще будем отчитываться о том, что налоговый агент США тоже забрал с нас 10%. Как я понял, будет приходить справка 1040С или 1042С, вот тут сейчас будет скриншот. Эта справку будет высылать, я так понял, налоговый агент США нам раз в год, по-моему. И там уже будет выписано, сколько он с нас взял денег. Мы ее будем прикреплять, эту форму, к справке 2НДФЛ, и тем самым мы заполняем свои налоги, либо 13% на акции по долларам российских комитетов, либо 3% мы доплачиваем по акциям США. И добавляем вот эту формулу. Тем самым мы показываем, что вот здесь 10, либо 30 забрали америкосы. То есть к нам претензий нет, мы платим 3%. Это как-то должно быть выглядеть вот так. Я думаю, с этим понятно. Если у вас есть какие-то моменты, дополнения или что-то, где-то я чуть неправильно понял, но я старался разузнать эту информацию, пишите в комментариях, добавляйте эту информацию. Вместе, как говорится, мы сила. Что касается расписок депозитарных, ГДР, АДР, налоговым агентом в качестве дивидендов в расписок будет идти Сбербанк, если это будет выплачиваться в рублях. Например, берем пятерочку X5 группа, они ГДР, Нью-Йорк, Мелони, вот в этом банке депозитарии, они хранят свои акции там, а расписки торгуются на московской бирже. Но платят они дивиденды в рублях. В этом случае налоговым агентом брокер Сбербанка и сам Сбербанк, потому что это в рублях. Если же расписка будет начисляться нам в долларах или в любой валюте, здесь по таким же правилам, как я и приводил с Киви. Здесь мы самостоятельно должны будем платить налоги, отчитываться самостоятельно перед налоговой. Интересную информацию я еще нарыл в налоговой. По законодательству Российской Федерации ставка по дивидендам у нас 13%. Если она выше, значит мы в Российской Федерации ничего не платим, если есть такой договор с той или иной стороной. Если же ставка меньше 13%, мы где-то там в другой стране выплатили, значит мы будем доплачивать разницу, чтобы был именно 13%. То есть не меньше 13% из дивидендов мы в любом случае должны заплатить в России. Вот допустим пример. Почему когда мы не заполняем формулу W8B, акции США, с нас списывают 30%, в России мы должны ничего не платить. Потому что ставка 30% выше, чем 13% в России. А во втором случае, когда мы заполняем формулу W8B, у нас получается меньше 13%, то есть здесь мы все заплатили. Соответственно, 3% мы будем доплачивать. Не меньше 13% мы в любом случае должны заплатить. И то это если есть договор. А с США у нас есть договор, и с Соединенными Штатами у нас есть особый договор. Есть с некоторыми странами просто договора. Вот я слышал, например, какими странами, как Германия, вроде бы Франция, там есть договора, но специальных форм там нет. И вот смотрите, если есть у нас договора по налогообложению дивидендов, то в этом случае мы будем плясать, смотрите, каким образом. Если ставка, допустим, той страны превышает 13%, значит с нас не будет браться двойное налогообложение раз, и мы не будем платить дополнительную какую-то комиссию в России, это два. Как это выглядит? К примеру, я не знаю, какая ставка в Германии, но если ставка в Германии, например, 15%, и у нас есть специальный договор в избежании двойного налогообложения, мы заплатим 15% в казну Германии. И мы отчитаемся по специальной, наверное, какой-то форме, что вот мы 15% заплатили, значит мы в России и должны заплатить зиру. Почему? Потому что 15% больше, чем 13% в России. Если же нет специальной формы, какой-то там, я не знаю, что за форма, это так не в налоговом, то мы бы платили двойное налогообложение. Например, если бы с Германией у нас не было, допустим, никакого договора, то мы бы в Германии заплатили 15%, например, и еще бы в России 3%. Вот так вот работает налогообложение на дивиденды в Российской Федерации. Ну что ж, вот такую информацию я нарыл, рекомендую поставить данному видео лайкосик, пусть это видео хотя бы наберет 500 лайков, чтобы об этом видео узнало больше народу, и у меня была мотивация записывать еще больше таких полезных видеороликов. Надеюсь, по налогообложению с дивидендами все стало понятно, нажимайте кнопку подписаться, чтобы не пропустить полезные видео. Дальше будет все больше и больше полезной информации на моем канале, не только по брокерам, инвестициям, будем говорить и про заработок, и про социальные сети. Сейчас очень много интересных я тестирую платформ, обо всем об этом будем говорить. Ну а с вами на связи был Фокин Евгений. Всем пока, увидимся на просторах интернета. И не забывайте про комментарии, напишите там, какую информацию вы знаете по налогам, налогообложению, с чем вы встречались, что и как это будет полезно. Еще раз говорю, чем больше людей, тем лучше решать те или иные вопросы. И еще, забыл сказать, запишу тоже интересное видео про расписки депозитарные, которые находятся, допустим, там в США, не в России депозитарные, там тоже с нас будут снимать деньги. Об этом мы еще тоже поговорим, будет тоже отдельное интересное видео. На этом уже точно. Всем пока, увидимся на просторах интернета.